Эри, привет. Как дела? Привет. Давно не видишь. Так, ну что, привет, друзья. С вами Сергей Куваев и Эри. Уже известная на моем канале, да? Как сказать, самая первая практически японка, которая появилась вообще на моем канале, когда он еще был совсем маленький. С тех пор уже прошло сколько... Сколько прошло с прошлого интервью? С самого первого, точнее. Сколько прошло времени, когда первое интервью брали? Когда брали первое интервью, помнишь? Я не помню. Наверное... Ну, это очень год назад? Ну да, по-моему, в июле или в июне. Июне. Июне, по-моему, да? Или июле. Очень давно. Это было, по-моему, третье в общем видео на канале. По счету. Или четвертое. Да. Я помню. Ну как с тех пор? Я сказала, почему я изучал русский язык и так далее. Ну что, с тех пор язык русский у тебя лучше стал? С тех пор? С тех пор? С тех пор. Ну, с того времени русский язык твой лучше стал? Лучше. Не понимаю. Твой русский язык. Смотри, да, ты лучше русский понимаешь, чем раньше. А, да, конечно, но не очень хорошо. Хорошо. Хуже, чем я думала. А, да? Да. А, ты думала, лучше будет? Да, да. Ну, видимо, Киргизия не Россия. Так, значит, ты у нас вернулась из Киргизии, да, недавно? Ммм? Из Киргизии приехала? Из Киргизии. Ты была в Киргизии? Да. Да. Как долго ты была в Киргизии? А, в Киргизии я почти полгода. Полгода? Полгода жила. В декабре чуть-чуть я вернулась. Но у меня не было времени, и потом сразу вернулась в Киргизию, и через неделю назад я еще раз вернулась в Японию. Ну, как в Киргизии, ты вообще расскажи, зачем в Киргизии ты ездила? А, в Киргизии? Почему? Почему я в Киргизии? Почему я в Киргизии? В Киргизии жить дешевле, гораздо дешевле, чем в России. И когда я приехала в Киргизии, японцам не надо получать визу. Не нужна виза, да? Да, не нужна виза. Но сейчас нужна виза. А сейчас нужна виза уже? Да, закон. Хуже стали отношения, что в Киргизии. Ну, вообще расскажи, вот, будь в жизни в Киргизии, о своей учебе, там, что другие ли японцы есть, там, друзей каких-нибудь нашла, вообще что-то есть. Как твоя жизнь изменилась, как твоя жизнь? Да, да, да. Конечно, конечно, в Киргизии сейчас я изучаю русский язык, там, университет, но, к сожалению, в Вишкеке много японцев. Много японцев и киргизии, которые хорошо говорят по-японски. Поэтому мои знакомые почти говорят по-японски. Поэтому мой русский язык не станет хорошо. Не становится лучше, да? Что ты дальше планируешь? Дальше что думаешь? Что ты будешь дальше делать? Дальше. Сейчас. Раньше я была в Японии, я планировала, что изучать русский язык в Киргизистане один год. Но сейчас я чувствую, что это трудно, трудно изучить русский язык за год. Это трудно. Поэтому я хочу еще один год изучать. А два года, что ли, будешь тогда? Да, два года. То есть еще полтора года? Да. Почему ты работаешь в Киргизии? Да. Раньше я чуть-чуть работала в салоне Красоти. Красоти, это одна эпоха. Эпоха актрила. Но, к сожалению, это было неуспешно. А, тот бизнес закрылся, что ли, магазин? Нет, закрылся, но меньше. А, меньше стало? Да. Меньше стало. Поэтому мне надо перестать. Перестать что? Перестать работать. Как сказать? Тебе пришлось уволиться? Да. Ты что-то новое будешь искать работу в Киргизии? Да. Поэтому мне надо найти другую работу. Но сейчас я получила, я получила, я получила одно предложение о работе. Один японец сейчас хочет актрит, актрит, бар. И, наверное, я буду работать пианистом. А, пианистом парень? Да. Ну, отлично. Что там столько прям много японцев в Киргизии. Да. А преподавать японский ты не пробовала там? Преподавать? Преподавать японский. Не нужны там? Не нужны там преподаватели? Не нужны. Не нужны. Поэтому в Киргизии сейчас дизнэш джайка. Джайка братья. Они послали правительство. Преподавать японского языка много. Много, да? А профессионал, да? Да. Что в Россию ты не решил ехать? В Россию? Может второй год в Россию лучше? Я хочу поехать, но сейчас у меня нет денег. Сколько обучение стоит в Киргизии? Сколько ты тратишь вообще в Киргизии на свои расходы? У тебя сколько? Сколько? Да. В Киргизии на всё. Сколько ты тратишь? Учёба стоит? Сколько жизнь стоит? Да. Учёба, жизнь там. А, да, да. Учёба. Сначала я заплатила, а венбересчет только 500 долларов. 500 долларов? Да. За год? Да, за год. А, за год 500 долларов? Да. А жильё? Да, жильё это... Моя квартира на месяц 300-350 долларов. Ну да, дешево довольно-таки, да. В Москве так особо не задерживаешься. Да, да. Вот эти деньги можно комнату снять. Ну да. Ну да. Что такое вот именно? Что тебя удивляет, как японка вот именно? Да, что тебя удивляло. Ну да. Ну да. Зима? Наверное. Наверное в России тоже. Но в Вишкеке зимой работает отопление. Поэтому холодная вода и горячая вода отдельно. Ну и что ты делала? Да. Ну да. В России тоже такое было частенько, да? Частенько, да? Частенько нет. Я такого... Ну я вот помню, летом как-то было. В Москве мне не разу, а вот в Урале бывало. И работать с отоплением это удобно. Тепло, да? Тепло, тепло. Но сейчас из отопления у меня большая программа в моей квартире часто приходит, много тараканов. Тараканов? Тараканов. Что еще есть? Что-нибудь сказать хочешь? О-о-о-о! К зрителям там, к зрителям обратиться, я не знаю, за поддержкой. Что надо сказать? А, да, я хотела, я хотела сказать, сказать, что... Я заметила, что эти хорошие по ее подплению. Хорошие по ее подплению. Да. Да, потому что твой урок очень похож на урок в университете. У меня высокий уровень тоже. Ну, так я академик, ну, не академик, а кандидат наук практически. Спасибо. Какую грамматику проходишь? Проходить. Ну, изучаешь. Что изучаешь сейчас? Ну, сейчас я изучаю грамматику... Причасти. А, причастия? Да, причастия. Где и причастия? Да, да. Это мой учебник. Продолжаем изучать русский язык. Ага, нацелился. Добава. Теория оптимального распределения ресурсов. Ага. Понимаешь, что это значит? Нет. Это когда всем... Диме кофе, мне кофе, тебе чай. Распредели ресурсы на все. Диме кофе. Ага. Так, ну, ладно. Спасибо Эре тебе за твои ответы. За беседу. Да. Ну, а мы увидимся в новых видео. До скорых встреч.